Кстати, сейчас еще стоит поговорить еще на одну очень интересную тему, которая постоянно сквозит в комментариях. Эта тема касается евреев. Все кричат, особенно с Украины, но не все, а многие кричат с Украины, многие кричат с России. В унисон такую песню поют. Во всем виноваты евреи. Это они освобождают земли для того, чтобы заселить туда хабадник. Дорогие мои, хабадники живут в таких местах, которые большинству и не снились. Их по пальцам пересчитать. Их от силы там может быть тысячонка две наберется. Тех, которые чувствуют себя прекрасно, им вот эти территории вообще ни разу не нужны. И никогда не были нужны эти территории. Если у вас есть свои острова, если у вас есть в горах свои виллы построенные, нафиг вам сдались. Кого туда заселять? Обычных евреев, которые живут в Израиле? Вы вообще в своем уме? Вы хоть раз в Израиле-то были? Вы хоть знаете, как там живут обычные евреи? Вы знаете по поводу того, что их называют поцами? Вот эти вот, как вы говорите, хабадники, высшая каста, да? Да вы просто не понимаете, что там точно такие же люди, как и в других странах. Они ничем не отличаются. Их же так же травят, их же так же гнобят. Им так же тяжело жить в этой стране. И посмотрите, какие цены в шекелях там на еду. Как люди работают на пяти, на шести работах усираясь. И еще им палки в колеса вставляют и говорят по поводу того, что вам всем нужно сделать защитные мероприятия. Все одинаково. А потом посмотрите население Израиля. Сколько там живет евреев. А потом посмотрите на территории, которые, как вы считаете, освобождают евреев. А вы знаете, что столько евреев-то не наберется? И потом, да, они расселены по миру, но чувствуют себя очень хорошо и в Америке. С какого хрена им сниматься в Америке-то из Америки и из других стран со своих вилл, насиженных, хороших квартир и ехать куда-то в Усть-Жопинск на какую-то территорию, которая вся разбомблена, которая отравлена там всякой химией, всякой дрянью. Вот зачем? Вы вообще в своем уме или нет? Я думаю, что не в своем. Вот вряд ли вы найдете сумасшедших евреев, которые при деньгах, которые рулят какой-то ситуацией, которые захотят туда зачем-то поехать. Вот эта идея, которая проскальзывает в умах очень многих относительно того, что во всем виноваты евреи, нет, не евреи. Виноваты те, кто рулят и евреями, и остальными теми. И это даже не вина. Вина есть только ваша в том, что вы не понимаете того, что происходит. А что касается того, что происходит на самом деле, идет просто сокращение численности популяции. Евреев изначально создали как класс, противопоставляемый остальным народам. Для чего? Для того, чтобы этот класс выполнял все то, что приказывают сверху владельцы челафермы. Им сказали, что они избранные, а всех остальных противопоставили. Их специально уничтожали. Свои же уничтожали в газовых камерах, делали холокост и все такое прочее. Вот эти трагедии все совершали. Для чего? Для того, чтобы они сплотились. И после этого возымели еще ненависть ко всем остальным. Чтобы они совершенно спокойно могли делать такие вещи, которые выходят за рамки человеколюбия. Которые не укладываются в человеческом сознании. Поэтому на командно-административные посты в разных странах назначили именно таких, которые могут что угодно сделать. И ядерную бомбу взорвать, и любой вирус выпустить, какой хочешь. И отравить в полонаселение мира. Да все что угодно. Говорит, нас срать на вас, на всех. Вы, говорит, нас гнобили. Теперь, говорит, я стою у руля и буду гнобить вас. Вот что скажут сверху, то я буду делать. Вот для чего, собственно, создавалась диаспора еврейская изначально. Как вид, как нация. Они создавались именно для этого. Просто со стечением времени многие это не видят. Как это функционирует, как это устроено. Поэтому надо снимать. Очки серые, нужно снимать очки. Разные другие, розовые очки, должны надо снимать. Поэтому, для того, чтобы понять, сколько евреев, нужно просто зайти хотя бы и посмотреть, какое население Израиля. Для того, чтобы понять, собираются ли переезжать хабадники и биесаты туда, куда вы им путь указываете в своих мыслях неразумных. Вы поставьте себя на их место, сидите себе такие, хорошо себя чувствуете, построили себе виллы. И тут вдруг вам нужно поднять свою, так сказать, волосатую или не очень волосатую жопу и двинуться в какую-то никому не нужную неизвестность. Да? Ну, это точно. Это клиника, это дурдом настоящий. Если вы так думаете, у вас в голове дурдом. Однозначный совершенно. Нет, никто туда не поедет. Здравствуйте, Владимир. Стал часто зависать в Телеграме. Все-таки вас удобно слушать. На днях поставили новую печь, травяную. Вот это те, вот это. Мясо заготовили будет. Поросеночек, цыпляток. Верно мыслите. Остальные будут сосать писью дохлые обезьяны. Заботливо приглашают пройти диспансеризацию. А еще одна очень интересная тема, которую, кстати, задают многие, и много было комментариев с этим вопросом. Говорит, Владимир, что-то, говорит, у меня в голове-то не складывается. Зачем тогда всех призывают рожать? Зачем тогда, вот проверяют сейчас на фертильность? На фертильность, во-первых, проверяют для того, чтобы понять, насколько эффективно функционируют вот эти вот защитные штучки с точки зрения снижения фертильности, да? И у мужчин, кстати, тоже будут проверять. Второе. На самом деле, птенчиков-то оставляют. Поэтому птенчиков рожают. Если сейчас пошла такая пляска с необходимостью родов, то через некоторое время произойдет то, что и происходило раньше много раз. Если вы изучите настоящую историю, вы увидите, что было очень большое количество детей и очень малое количество взрослых. Куда же подевались взрослые? И почему было такое огромное количество детей? Изучив вот эту тему, вы найдете ответ на этот вопрос. Основные города стран мира засыпаны толстым слоем глинозема. Откуда взялся этот глинозем? Уже много раз было сказано, что архитекторы не идиоты, чтобы строить половину этажа под землей. Все это засыпано было. И засыпано не один раз. Поэтому, если копать вниз, то там много этажей и зданий можно найти самых разнообразных. Особенно в городах. Там же и черепа. Там же и братские могилы. Так вот, что касается детей, то на рассаду делают детей. И забирают их родители, а родители утилизируют. И все. Так было уже и неоднократно. Изучите вопросы. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Грибную солянку заготавливаю. Сушеные лисички. Кстати, в Таиланде тоже есть лисички. Я тут жарил недавно их. Очень интересно. Они очень похожи на лисички, те, которые на территории Европы растут, но они потоньше. Но вкус тот же самый и запах тот же самый. Все, я думаю, вы, наверное, не слушаете. Нет, не слушаю ни того, ни другого. Ни одна, ни прихожина, ни Жириновского не слушаю. Вы знаете, я вообще даже себя не слушаю. У меня в голове есть то, что существует там. Я знаю, что я ничего не знаю. А мой рот говорит какие-то слова. Потом я иногда с удивлением смотрю на то, что мой рот говорит, но не слушаю. Мне не нужно слушать, потому что я слышу. Знаете разницу? Слушать и слышать. Защитные мероприятия, конечно, одинаковые. Ведь малыш Билли рассказывал на шоу Теда, когда он выкатил огромную бочку на сцену, на тележечке. Сам лично малыш Белуша выкатил бочку. И конкретно сказал, что все жижи из одной бочки. Тут люди не слышат, не хотят слышать. Посмотрите на Гамалеюшку, на этот институт, который последнюю писью без соли доедал еще совсем недавно. У них не хватало даже на корм лабораторным крысам. Тут вдруг такое счастье случилось. Такие исследования провели. Посмотрите, что закупает институт Гамалеюшки, где все это разливается, на каких заводиках. Вы все поймете. Ведь для ищущего оно все предоставлено. Все можно найти, все можно посмотреть, потрогать и понюхать. Мировой сионизм един, едим, а все системы и люди в ней их обслуживают. Нет, это не так. Что касается сионизма, это не совсем так. Это просто система создала определенный класс менеджеров. Никто их не обслуживает. Человечество существует исключительно как продукт на челоферме. Но хозяева не люди. А это менеджеры. Вот и все. Что тут непонятного? А вы все про то, что вам в уши натерли. Владельцы челофермы бесполые? Нет. Многие говорят по поводу того, что вот серые, серые, серые это биоробот. Это не вид как таковой, это биологические роботы. И все, и больше ничего. Рас на самом деле достаточно большое количество. И те, которые эксплуатируют человеческий вид, это не одна раса. Но в том числе и теологи, конечно же. Ну, не то, что они там на драконов похожи. Почему тогда в Украине есть город, где приезжают евреи, если там так плохо? Это что же такое за город? Это же насколько надо быть идиотом, чтобы ехать-то на Украину. Кто вам такое понарассказал? Откуда они, эти евреи, едут? Может, из сумасшедшего дома эвакуируют их к вам туда? Не знаю. Не на количестве исцелений из населения Израиля. Надо смотреть на антро. Ой, вы смотрите, что хоть на хотите. Вот хоть на жопу слона. Но проще всего смотреть на количество. Владимир, на какой купюре 100 рублей красным цветом обведен центральный вызовер? Не знаю. Не смотрю я на эти купюры. Я их 100 лет в обед уже не видел. И еще бы мои глаза их столько же не видели. Верно, особенно если знать о сиротских поездах в США. И не только в США. В Европе все то же самое происходило. И в России все то же самое происходило. Но люди на них хотят об этом даже думать. Жрать, срать, спариваться. Вот, собственно, и все. Что еще? У раба определенные базовые потребности. Будка. Желательно посимпатичнее. И с хрусталем. Чтобы внутри. Чтобы внутри с хрусталем. Будка. Хавчик. Пожрать, чтобы было чего. Да. Желательно вот из этого хрусталя. Бухнуть, чтобы было чего. Жраненькое. Хлеб и зрелище. Что еще надо-то? И будка над головой. Испариваться. Вот. Писеньками тыкаться. Хотя уже мало у кого получается. Уже и те, и те писи испортили. Всякой дряни. Вот этими всякими защитами там. Таблетосами химическими. Уже вот. Уже не та история совсем. Люди нервничают. Фертильность пропадает. И потенции наступают. Владимир, а как же родня? Она же. Она же не оставит детей. Что родню вашу? Кто-то вас утилизирует, а вашу родню оставит? Что-то скажет, идите гуляйте. Сиротские поезда. Да, все правильно. Владимир, вы читали книгу «Беседы с Богом». Волчь неудолан, конечно. У меня есть четыре книги. Последняя книга «Дома с Богом». Все очень там хорошо и правильно написано. Зачем так грубо разговаривать? Это вы грубо воспринимаете. Ваше восприятие грубое. Я грубо не разговариваю. Я разговариваю весело и с позитивом. Это город Умань. Там евреи в Украине. Не знаю, надо кого-то уж изуманить, чтобы рассказали, что же это за евреи такие туда едут сумасшедшие. Откуда они взялись-то? Сумасшедших евреев вообще-то мало. Хотя у них сейчас, может быть, у них сейчас тоже там утилизация-то полным ходом идет. Но их, в общем-то, они только по национальности евреи. И все, и не более того. А потом вы еще узнаете, как коренные евреи, которые живут в Израиле, относятся к мигрантам из стран бывшего СССР. Это поцы для них все. Вообще, эти самые... Второй сорт. У них там свои названия даже есть специальные для них. Это не люди для них. Кстати, по поводу Алтая. Скажите, пожалуйста, а у вас там пердолетят или нет? В небе есть эти чудесные китайские самолеты с вкусной, замечательной химией? Или все же у вас нет? Потому что в Таиланде тоже местами на севере нигде не летают пердолетики. А Центральный Таиланд и Южный Таиланд весь опыляются. Очень любопытно, конечно, у них все это. Какие есть места силы в России? Достаточно большое количество. Особенно на Алтае. Есть там гора Белокуриха такая. И есть и другие места. Кто ищет, тот всегда найдет. В Москве, наверное, от пердолетов у собак отравление. И у котов тоже отравление. Не только у собак, дорогие друзья. И у кошек сейчас начинается очень много онкологии у животных. Начинается. Раньше никто практически с этим не сталкивался. Израильтяне не едут на Украину. Хватит нести чушь. Религиозные в Умань на Рошана едут. Не понимаю. В общем, поясните, если не сложно. Кто такой Рошан и зачем они туда едут? Вообще непонятно, зачем... Зачем человеку, у которого все хорошо и налажено в жизни, сниматься с хорошо насиженного места и ехать в абсолютно ненасиженное и очень нехорошее место. В голове совершенно не укладывается вот это, понимаете? Тут недавно посмотрел фильм, если вы об одиноких говорите. Я его опубликовал. Название подзабыл. Но смысл в том... А! Лобстер называется. Посмотрите фильм, который называется Лобстер. Очень интересный. Ангел, они стали по ночам летать. Я встаю рано в 2-3 ночи. Все, не были затянуты. Или хвост километровый уже расходится. Это где? Это на Алтай? Передалетик по-черному даже зимой. До этого два года зимой не распыляли. Все болеют, а мы пьем сорбенты. Всем привет из Москвы. В Москве народ стал злым. Не только в Москве. Народ стал агрессивным практически по всей Европе. Не только это касается Москвы. Ну что вы. Это касается практически всех мест, где происходит распыление. Потому что это распыление влияет на психику человека. Это очень скверные соединения, которые приводят к серьезным нейродегенеративным заболеваниям. Если их не вычищать из организма. Есть много назначений. Первое назначение всех. Больня. Это сокращение численности популяций. Однозначно. Второе назначение это сбор пси-энергии. То, что вызывает давах. Третье. Обновление популяции. И выведение следующего вида импринтированных индивидуумов. То есть корректировка социальной системы. Как скорректировать социальную систему с новыми импринтами. Только нужно уничтожить всех взрослых. Оставить детей. И все. И правильно их запрограммировать. В Умане похоронен их пахат. И они каждый Новый год встречают его на могиле и уезжают. Наверное. Тогда понятно, зачем приезжают. Приехали, посрали и уехали. Хорошо. Здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.